Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейджа, как всегда. И сегодня мы приехали отжимать заправку, шучу, мы приехали заправлять мою новую тачку. Так что присаживайся поудобнее, готовь что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня присутствует свой личный промокод EVAN. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Собственно, купил я тачку одну интересную, под названием C63 AMG, и продали мне её как бы без бензина. Вот такая, наконец-то, просто 98-й, 66 литров в бак, и выходит нас 25 тысяч в бак. Собственно, сегодня... Был X и уже низ. Сегодня как бы 17 июня, вчера, 16-го, я купил эту цашку, если мне не изменяет память. Купил её за 4.1. Передайте им сразу предысторию. Эту цашку я хотел купить и повесить сразу номер на неё, который вы увидели 4 серии назад, потому что я только что записал серию, которую вы увидите, ну, буквально скоро. Но по факту, она записана только сегодня. Именно 0.4 сюда я хочу повесить, вот, номер. Короче, цашку найти, это такой геморрой, пацаны. Вот раньше кто играл на Смотр Рэйдж, ещё до прихода Давидыча, ещё где-то в октябре, в ноябре, в декабре, в январе, вот это всё. Вот вы должны знать, что цашек на сервере было как говна просто. Каждый второй просто ездил на цашке, каждый третий её продавал. Отвечаю, кто не едет, просто цашка. Едет цашка. Продают цашку. Я стоял 3 дня или 4, уже не помню. Я тупо цашку не мог увидеть. Я уже молчу, чтобы купить её. Вот тупо пацаны не продают цашки. Ну, как бы их вообще на сервере нет. Как мне говорили там пацаны, что они были такой неликвид. Их столько на сервере было, что их просто сливали в БУ. Ну, как бы в металл, вы поняли меня. И спустя 3 дня я всё-таки нашёл цашку за 4.1. Как бы хорошая стоимость для неё. Чтобы вы не говорили, что этот ролик не информативный. Сейчас вам немного вкину информацию, что эта тачка стоит из автосалона 4.5. А тюнинг на неё полностью фуловый стоит около миллиона. А купил я его за 4.1. Максимальная скорость 285 км в час. И как вы видели, объём бака 66 литров. И слив в металл лом 3.375. Что-то такое. Как вы видите, у меня здесь стоит уже красивый рву 001-99. И как бы номер not bad, но... Я же не могу на таких номерах ездить. И как обидно, что я, блин, купил... Искал цешку, блин, не мог найти. Купил номер, а потом сразу купил цешку. Ну, блин, закон подлости какой-то. Офигеть у меня здесь тачек. И придётся платить нам 500 тысяч, а не 600. Я извиняюсь, вот. За перевес. И поставим сюда А004-А77. Потому что А204, типа 004. Как бы что-то нормально смотрится, вот. И потом можно попытаться жигу слить на рву кому-то. Короче, сливаем пацану рву 001-99. Главное не промахнуться с жигой, а то сейчас продам. Ашки 0,8 за 150. Это будет бред. Удачи. Опа, номерок. Сразу смотрится максимально офигенно. Вот. И вы думали это всё? Нет, пацаны. Сегодня будет тюнинг. Всё-таки в последних роликах я почти не тюнил тачку. Сегодня мы будем тюнить по полной. Здесь не стоит этот немонного подсветка. Мы и не будем. Мы сейчас её перекрасим в тот цвет, который она должна быть. Конечно, бордовый это тоже офигенный цвет. Он мне капец как нравится. Но я хочу её сделать белой. Потому что цешка смотрится только в белом цвете. Ну ладно, ещё есть некоторые чёрные цвета на чёрной цешке. Это тоже нормально смотрится, вот. Но белая. И ещё бы антихром добавить. Мне кажется, скоро с тюнингом, с новым обновлением должны ввести антихром пакеты. Вот на все автомобили. Мне кажется, понемножечко, по чуть-чуть. Тогда белая цешка на антихроме. Та ты шо, как она будет смотреться. У меня стоит, короче... Блин, жаль, что у меня не стоит классическая покраска. Но поллям я на это тратить не буду. Кто-то поставил мат. Пусть будет мат. Сделаем белую матовую цешку. В принципе, у меня графика стоит почти на минималках. Так что это мне глаз срезать не будет. Вот. Оставляем салон белый. Пусть будет белый. Значит, 90 тысяч тратим. Вот. Диски стоят здесь стоковые, так понимаю. Но я не хочу стоковые. Я хочу нормальные. А нет, не стоковые. Хотя нет, стоковых почти ничем не отличаются. Вот смотрите, какие здесь стоят. И какие стоковые. Просто как будто покрасили. Я хочу сюда поставить AMG Edition 1, которые у меня стоят на кабане. Вот. Вот они смотрятся охуенно. Эти диски, пацаны, если я буду скоро покупать гелик, эти диски будут еще на гелик, и еще на там, возможно, на MG GT. Это идеальные диски. Это 74 тысячи тем более. Можно поставить. Вот. И она теперь просто идеал. Ну, скажите, что это неправда. Конечно, было бы прикольно, если бы на сервере была именно версия купе, а не седан. Потому что она мне более симпатизирует, если честно. Не, ну если бы еще здесь антихром был, то ты что, еще тонировка фар можно было сделать. Ай. Ты смотри, какая пушка. Просто еще ручки можно было бы в черные сделать. Это была бы вообще пушка. Вот реально. Кстати, а мы же тест звука не прошли. Давайте погазуем как бы. Нормальный и благородный звук, как бы, для GTA 5. Так, откроем капот. Вот это все. Так, здесь от вид первого лица можно. Вот. Так, так, так. Здесь даже кнопки подсвечиваются. Нифига себе. Сзади. Ну, багажник это классика. Собственно, что здесь смотреть? А, здесь даже есть плашка, кто изготовил этот двигатель. Офигеть. Ну, я не изготовил, я собрал. 6.2, Atma, C63, как бы, все это все сдает. И не буду это повторяться, говорить. Вот, тахометр, спидометр работает. Поворотники тоже работают на панели. На панели вон тоже работают. Не, она просто катится. Ай, просто сок. Вот реально, что-то я хейтил, а сейчас я на ней прокатился. Хотя она стоит там 4.1. Типа, еще немного добавь, купи себе 212-ю, ешь, которая будет ехать на 15 километров больше. Это, я просто не могу перестать ее хвалить, потому что она охрененная. И, собственно, мы приехали к чиптюнингу. Сейчас вам покажу, какой здесь чип стоит. Я думаю, в принципе, его менять не буду, потому что он адекватный в управлении. Кстати, 5000 километров пробег. Новая. Вот, она фатешная, как я говорил. Вот вам трансмиссия, вот вам тормозная система. Если хотите, вот останавливайте и выбирайте. Дали колесные тяги. Вот так, 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 вот. И подвеска осталась. Так, блин, подвесочка, вот. Разве я, наверное, все-таки бы нашел какой-то чип? Вот этот у меня, что хорошо цепляется, чип получается. Я бы попытался найти такой чип, чтобы она буксовала, как бы, сначала, как жига стоковая. Тоже прикольно, что вот тебя закидывало, там, вот это все. Глотают все ямы, тыры-пыры, и вроде едет. Конечно, он не ускоряется нифига, он такой, как бы, медленный. Ну, для меня пойдет. У меня хотя бы текстуры будут успеваться прогружаться. Ну, в принципе, пацаны, на этом все. Все, продолжаем собирать коллекцию АА-0477. Также, напоминаю, если у вас есть любая инфа о владельце 05 или 07, напишите мне в ВК, ссылочку в описании. Буду вам очень благодарен. Также, не забывайте ставить лайкосы, подписываться на канал, чтобы не пропустить ролики. Давайте, кто досмотрел до этого момента, напишите просто в комментариях плюсик. Мне будет интересно почитать, сколько же процентов аудитории смотрит мои ролики до конца. Вот, также не забывайте поставить колокольчик, чтобы смотреть всегда ролики первыми и не пропускать их. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.